Два дня бескомпромиссной напряженной борьбы. В Коми прошел межведомственный чемпионат по баскетболу в памяти героя России подполковника ФСБ уроженца Ухты Александра Ивановича Алексеева. Он погиб при исполнении воинского долга в 1996-м в Чеченской республике. Ценой жизни спас сослуживцев. Кто одержал победу в турнире, знает Алексей Корчма. На площадке 8 команд органов безопасности и правопорядка региона. ФСБ, Росгвардия, МВД, МЧС, Служба судебных приставов, войсковая часть Сыктывкара. В этом году присоединились УФСИН и сотрудники налоговой службы. Ваши пол, все удивительно, и да, здесь можно проявить индивидуальное мастерство, и командную сплоченность, и красивый карбинат. Поэтому я думаю, что у вас будет возможность показать на этой спортивной площадке. И, конечно же, пускай в отличие сильнейшие. Силовые ведомства традиционно встречаются на баскетбольной площадке. Управление ФСБ России по КОМИ. Два дня напряженной, бескомпромиссной борьбы. Настрой, конечно, боевой, хотим показать себя. Далее же всегда будем участвовать. Чемпионат по баскетболу посвящен памяти героя России Александра Алексеева. Уроженец Ухты прошел путь от лейтенанта до подполковника в органах госбезопасности. Спорт в его жизни играл большую роль. Такого замечательного, прекрасного зала, таких условий, которые созданы сегодня, для сотрудников у нас не было. И мы меньше играли в баскетбол, в том числе Александр Иванович, а больше соревновались по футболу, лыжи, бег. Соревнования проводили по стрельбе, по рукопашному бою и так далее, и так далее. И я вам откровенно скажу, Саша был всегда в числе лидеров. А такие мероприятия обязательно надо проводить, особенно в наше время. Они являются одним из звеньев патриотического воспитания молодежи. Александр Алексеев погиб при исполнении в августе 1996-го в Чеченской республике. Тогда сепаратисты захватили Грозное и два дня удерживали общежитие ФСБ, где было 90 сотрудников. Александр Алексеев принял на себя командование обороной здания и был смертельно ранен. Сослуживцы вспоминают с теплотой и уважением героя, как о верном друге, талантливом руководителе и надежном соратнике. Александр Иванович с детства занимался спортом, имел хорошую физическую и боевую подготовку. Он является ярким примером и ориентиром для молодого поколения сотрудников. По итогам соревнований золотые медали завоевали сотрудники ФСБ России Бакоми. На втором месте МВД бронза у команды УФСИН.